Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня немножечко перескочим, так как поступили вопросы несколько другого характера, и придется сегодня изготовить самый простой поппер, который только лишь возможно будет изготовить. Значит, давайте мы начнем по порядку. Я взял крючок 3.0. Теперь, что касается крючков, как вы мне задавали вопрос. Есть в продаже вот такие крючки, которые можно самому изготовить, так как я вот изготовил. Но здесь нет зубчиков. Имеются вот такие крючки в продаже, уже готовые не зацепляйки. Но у меня, к сожалению, такого номера нет, поэтому мне пришлось изготавливать самому. И продаются специально, как вот вы увидите. Это крючки для поимки щуки разных номеров, разной величины. Если вы сможете найти подходящий крючок, вот так как я, допустим, нашел, были одно время в продаже, сейчас, правда, я их уже не вижу. Вот продавались вот такие крючки, поэтому я взял крючок 3.0, вот такой, и изготовил из него не зацепляйку с помощью проволоки. Как я уже вам рассказывал, отписывался с вами, то есть вы уже приблизительно знаете. Если нет, то потом я вам расскажу, или изготовьте не зацепляйку так, как вы ее хотите. По крючкам я вам ответил. Теперь, что касается, вот как вы видите, это было изделие китайской промышленности, которое мне с успехом служит. Я беру обыкновенную охотничью гильзу. Вот у меня имеется вступка такая походная. И из вот такой гильзы я изготавливаю себе своего рода высечку или пробойчик, как его вы назовете, так. Вот это и будет. Разное по калибру, то есть по диаметру я изготавливаю вот себе вот такого типа цилиндры. Значит, если у вас такой подходящей толщины нет, можно 2, 3, 4, 5, сколько у вас выйдет кружочков набить и их потом спокойненько склеить. Поэтому проблем, допустим, необходимой величины под мою, допустим, вот, мушку попер, вернее, нет никакой. Теперь давайте переходим к основным материалам. Закрепим нашу монтажную нить. Обязательно при изготовлении для щуки нам, друзья, необходимо использовать клей. Чем он лучше, надежнее, тем более дольше прослужит наш попер. Я беру нить, как я уже говорил, ту, которую я распускаю и слегка, сильно не усердствуем, прихватываем ее почти до самого загиба. Ну, немножечко мы не доходим. Что нам теперь необходимо? Мы должны с вами изготовить тот хвостик, который у нас будет привлекать, помимо бульканий, нашего хищника. Для этого нам с вами понадобится, как в каждом фильме я вам и говорил, мы будем менять те материалы, которые есть у нас. Вот, в частности, у меня есть небольшая вот такая щепотка ярко-алого, крашеного песца. Если у вас есть кролик, возьмите кролик. Если у вас имеется, вот, допустим, перо индюка крашеного, возьмите перо индюка. Можно спокойненько вот так закрепить щепоточку. Мы должны с вами изготовить самую первую, основную, ту, которую будет видеть наш хищник. Это вот ту кисточку, которая будет являться, как бы, точкой атаки, раздражителем для нашего хищника. Совсем-совсем немножечко. Чем мягче будет вот эта точка, тем лучше. То есть, раз мех у нас хороший, такой пушистый, значит, для нас это выгоднее. Подшерсток я не убираю, так как нам нужна сама пышность хвостика. Но желательно так подрезать, подравнивать материалы, чтобы у нас как можно меньше было ступенек. И сразу на место крепления наносим клей. Каждый элемент желательно промазывать клеем. Все элементы будем крепить сверху, не рассредотачивая их по цевью. Вот у нас вышла такая кисточка. Ее вполне достаточно. Длины хвостика, допустим, для изготовления стримера этого. Вы подберите для себя сами. То есть, его длина может быть равна и две длины самого крючка. Так и, допустим, равняться полторы, или же, допустим, ну, самое оптимальное, это равняться одной длине. А дальше уже следите за своими материалами. Теперь, обычно используется всевозможный мех, допустим, там, бактейл с оленя. Но у меня имеется вот крашеная коза. Если у вас имеется мех козы, пусть даже не крашеный, желательно взять вот такую хорошую щепотку меха. И чем он выигрывает? Значит, это мех, который тоже обладает определенной плавучестью, но, в отличие от другого меха, он очень-очень крепкий. То есть, не настолько он ломкий, как, допустим, если бы мы использовали мех оленя. И удаляем теперь наш отсюда подшерсток. Желательно, чтобы у нас сам наш мех имел какую-то одну направленность. Вот, как вы видите, пучок достаточно длинный. Его вполне мне достаточно для того, чтобы я закрепил все свои материалы. Опять же, берем, наносим также клей. Промазываю торцы обязательно клеем, так как сам по себе это мех скользкий. И в этой же точке подхватили. Подровняем, посмотрим, как он у нас ложится. Достаточно хорошо. И теперь мы только лишь немножко можем с вами, друзья, обозначить то место, где у нас с вами уже будет заканчиваться хвостик. Вот, до начала загиба вполне достаточно. Пока ничего не проматываем, дабы не было нагромождения материалов. Обязательно опять нанесем клей. И теперь, как я уже говорил, в чем сама изюминка, потому что так мы практически все изготавливаем. имеется в продаже вот такой всевозможный искусственный мех. Кто его как называет, это уже не столь важно. Главное, чтобы он был качественный, потому что его качество абсолютно разное. Вот, допустим, белый мех и вот этот, который песочно-золотистого цвета, они по качеству отличаются. Этот несколько грубее выполнен, этот более реалистично. Для себя лично вы уже подберете, как вам будет удобно, из какого меха вы будете изготавливать. Тот, который есть, будет работать весь мех. Но, как у каждого меха, так же и у этого, имеется подшерсток. Поэтому я беру вот такой большой пучок, как вы видите, длины его больше, чем нашего красного. Ну вот, и прямо под основанием начинаю не резать, а как бы вот так, используя ножницы, как нож, проводить отрезание нашего меха. Остатки сразу убираем. И выполняем сразу. Не надо вытаскивать весь подшерсток. Мы вытащим только лишь вот эту длину, которая вот сосредоточена в этом пучке. Берем аккуратненько, вот так, подтягиваем, вытягиваем все, что у нас имеется. Не выбрасываем, потому что сам по себе этот даббинг тоже очень нужен будет для изготовления определенных наших стримеров и мушек. Вот такой хвостик сделали. Теперь обязательно подрезать на косую, дабы у нас не было ступеньки. Обязательно еще раз нанесем клей. Лишнего не будет. Если нет такого клея, как использую я, я уже показывал вам, используйте клей любой, который не боится воды. приложили его здесь, притяжной петлей подхватили наш мех в одной точке. Этого будет вполне достаточно. И пока мы ничего еще больше дальше не проматываем, дабы не было нагромождения материала. Белого я не добавляю, потому что этого вполне достаточно, вот этой пышности хвоста нам хватит. Как вы видите, вот такого пучка, скажу вам так, по плотности где-то полтора-два карандаша, если вы их скрутите вместе. И обычно я подготавливаю вот так определенный для себя люрекс. Значит, сделал здесь вот такую наборочку люрекса. Но у меня здесь находится крученый люрекс вместе с плоским. Значит, ребята, что касается люрекса, то здесь желательно использовать плоский люрекс, дабы не было закручивания. Вот этот крученый люрекс у меня достаточно жесткий, он не закручивается, я его изготавливал сам. Поэтому те, которые выпускают наши кристалл флеши и все возможные допустим другие люрексы, они не годятся, потому что они у нас будут закручиваться в нашем материале. Поэтому используйте вот с наборов имеются вот такие плоские всевозможные люрексы, но не вот как я вам покажу вот такую это кристалл флеш, вы ее четко сразу сами увидите. Это не годится. И я беру буквально с одной стороны подхватываю пучочек, обрезаю, подравнивая его на всю длину моего меха. Этот пучочек, который у меня остался, опять беру, укладывая его сверху. Пока ничего не проматываем. Также подравниваем по всей длине и укладываем теперь оставшуюся часть с другой стороны. подрезаем по остаткам, как вот у меня вышло недостаточно. Я беру добавляю еще в одной точке обязательно подрезали, подровняли всю длину. лишнее убрали. Теперь наносим уже окончательно на место крепления нашего меха люрекса клей и все проматываем. Но мы теперь с вами не должны забывать о том, что у нас наша сама головка попера должна доходить до колечка. То есть, как вы видите, мы не должны заходить за пределы крепления. Давайте подготовим площадочку, закрепим материалы. Материалы закреплены и теперь нам с вами понадобится несколько перышек. перышек. Выберите для себя сами сколько вы будете допустим наматывать перьев. Вот у меня имеется вот такое мягкое петушиное, несколько жестче и еще жестче. Я специально вам показываю три буквально разных пера, но они сами по себе не имеют значения, жесткое или мягкое. это у нас только лишь будет для привлечения нашего хищника, для того, чтобы у нас шли хорошие разводы и лапки мы делать не будем, так как в нашей ситуации у нашего попера они абсолютно здесь неуместны. Я беру перо, буквально вот так отделяю сам край, за который я буду крепить, посмотрю величину, потому что два-три оборота мы должны с вами сделать. Чем пышнее будет перышко, тем лучше, поэтому я отрываю те, которые короткие, мне не нужны, и буквально в месте там, где мы с вами закончили крепить все материалы, крепим наше оранжевое перо. Чередование цветов можете подобрать для себя сами, это не принципиально. Что нам необходимо? Мы с вами должны вот до этой точки изготовить ёршик, буквально на одном сантиметре. Берем все бородки, увлажняем, уводим вот так вот назад и начинаем выполнять обмотку. Следим за тем, чтобы острием нашего жала мы не порезали наше перо, ось пера. два, два, три, четыре, вот сколько вы для себя захотите, это не принципиально. Как только я дошел до пуховой части, так как она у меня несколько короче, и в данный момент мне здесь пуховая часть не совсем нужна. Хотя, если есть желание, можете проматывать. Я изготавливал в таком качестве, что чисто брал и пуховые перья, достаточно хорошо тоже работает, поэтому это не важно. Отрезаем теперь остатки пера. Обязательно на это место буквально капельку нанесем клея, ничего не армируем. Почему все материалы, как вы видите, мы крепили сверху? Для того, чтобы мы не занимали полезное пространство между нашим жалом и основанием крючка. Промотали. Берем теперь следующая перышко. Я беру уже вот желтое перо. Как вы видите, у меня по-разному здесь может быть длина, поэтому отрываем вот сколько нам здесь необходимо. Можно если у вас допустим как у меня длинная, а у вас выйдет покороче, сразу можете его приматывать. Это не принципиально. Отрезали, захватили, крепим материалы обязательно с одной стороны, с той точки, с которой мы с вами будем считать то количество, которое нам необходимо оборотов. И теперь также берем, уводим бородки и произведем уже здесь наш ёршик. Закрепили и удалим. И также последующим выполним ёршик из пера шартрез для того, чтобы уже окончательно закрепить нашу головку. Как вы видите, ровно ещё нам хватает места для того, чтобы выполнить опушку из пера шартрез. Если по каким-либо причинам у вас допустим будут возникать сложности в разметке, возьмите сразу в самом начале примерите, где у вас будет заканчиваться и сделайте для себя метку фломастером или маркером, что у вас будет в наличии. Закрепили все материалы. Предварительно, как говорится, взяли нашим любимым инструментом, вот так причесали. И слегка необходимо подровнять основу, на которой мы будем одевать головку. Теперь берем, наносим буквально хорошую такую каплю у колечка. Все цевье, друзья, не надо промазывать, так как мы сейчас будем одевать наш клей равномерно распределиться по всей плоскости. Как вы видите, я специально держу на шиле для того, чтобы у меня моя пенка расширилась. Она сама по себе потом соберется и прокручиваться не будет, это уже проверено. Можно делать разрезы, садить на скобы, промазали внутреннюю часть немножко, сильно не усердствуем. Прокалывать отверстие необходимо приблизительно чуть-чуть ниже самой середины, для того, чтобы можно было нам с вами создать сам попер. И теперь проденем. Прокручиваем. Не нарушая нашу конструкцию, он у нас одевается. и теперь смотрите, я беру вот такие движения, делаю, клей у нас уже туда проник вовнутрь, в наше отверстие. Если его недостаточно, я беру опять наношу на цевьё хорошую капельку клея. Много не надо, так как мы этот клей при задвигании нашей головки просто сдвинем к перу. Там оно не нужно. Как вы видите, уже всё у нас достаточно хорошо. Необходимо теперь отцентрировать нашу с вами головку и подождать, чтобы она у нас подхватилась. У нас хватает обратно зацепить и сделать незацепляйку. То есть вы можете изготавливать как вам будет удобно. Теперь ну естественно подождём пока подсохнет, приклеим глазки. Я его разукрашивать не буду, так как он работает в таком положении как есть. Единственное может быть переднюю часть можно подкрасить потом красным цветом. Подождём пока прихватится. Вот друзья мои, как вы видите, мы приклеили глазки, которые тоже сами умеем изготавливать. и я верхнюю часть слегка промазал лаком и переднюю часть, для того, чтобы потом можно было подкрасить в какой-либо цвет. Ну, чтобы меньше у меня маркера уходило на разукраску. теперь в чём смысл. Как вы видите, синтетический мех достаточно хорошо будет себя вести, не так намокает, достаточно крепкий, хватает всех раздражающих элементов для нашего хищника, и плюс к тому же не зацепляйка. Если у вас будут какие-либо вопросы, пожалуйста, я на них отвечу. Благодарю за внимание, до скорых встреч!